ПОТРЯСАЮЩАЯ КНИГА И ГЕРОЙ Настоящего Тараса Бульбу современники могли найти в сборнике Миргород. Издание состояло из двух частей. В первой Николай Васильевич опубликовал старосветских помещиков и, собственно, Тараса Бульбу. Во второй же читатели познакомились с Вием и Хамой Брутом, а также узнали детали ссоры Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Сегодня этот вариант не популярен, но найти его вполне можно, например, в академических изданиях 1950-х годов. Та книга, которая известна вам и по которой сняли фильм, была выпущена в 1842 году. Неизвестна фамилия одного или нескольких конкретных цензоров, кто именно переврал изначальный текст, но изменения коснулись всего произведения, исковерков не только отдельные выражения, но также смысл, сюжет и мотивацию героев. Теперь Тарас Бульба с Гоголевским схож лишь формально, ведь все акценты смещены до безобразия. Вся национальная составляющая из повести была выброшена, из-за чего исчезло даже минимальное понимание украинской государственности. Теперь на каждой странице сохранилась лишь «Украина», такое удобное и схожее с окраиной слово. Это звучит надуманно, пока мы не узнаем, что сам Гоголь вообще-то отвергал любые правки. Даже когда его друг и известнейший критик и редактор Николай Прокопович предложил небольшое изменение – заменить в известной сцене с казнью Остапа всего лишь одно слово. В оригинале у Гоголя фрагмент звучит так «И упал он силою и воскликнул в душевной немощи. Батька, где ты? Слышишь ли ты? Слышу». Прокопович предложил такую редакцию «И упал он силою и воскликнул в душевной немощи. Батька, где ты? Чуешь ли ты? Чую». Николай Прокопович и сам был уроженцем Украины, поэтому ему казалось, что слово «чую» будет более чутким и самобытным. Гоголь не обиделся, но правку отверг со словами, что читатели уже привыкли к первому слову, а значит замена, даже если она лучше, их не устроит. Возникает закономерный вопрос, а где же была принципиальность Николая Васильевича, когда редактуре подвергались другие фрагменты его повести, которые, по его собственным словам, уже были привычны читателю? Или, может быть, у Гоголя просто не оставалось выбора? А ведь таких мест было достаточно много. Зачитаю вначале два фрагмента – оригинал и корректуру. Слушайте внимательно. Оригинал 1835 года, глава 1, абзац 19, с учетом реплик. Бульба повел сыновей своих в светлицу, из которой пугливо выбежали две здоровые девки в красных манистах, увидевши приехавших паничей, которые не любили спускать никому. Все в светлице было убрано во вкусе того времени, а время это касалось 16 века, когда еще только что начинала рождаться мысль об унии. Теперь послушайте корректуру 1842 года, глава 1, абзац 23, с учетом реплик. Бульба повел сыновей своих в светлицу, откуда проворно выбежали две красивые девки-прислужницы в червоных манистах, прибиравшие комнаты. Они, как видно, испугались приезда паничей, не любивших спускать никому, или же просто хотели соблюсти свой женский обычай, вскрикнуть и броситься опрометью, увидевши мужчину, и потому долго закрываться от сильного стыда рукавом. Светлица была убрана во вкусе того времени, о котором живые намеки остались только в песнях да в народных думах, уже не поющихся более на Украине бородатыми старцами-слепцами в сопровождении тихого треньканье Бандуры ввиду обступившего народа, во вкусе того бранного трудного времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украине за Унию. Едва ли не с самого начала повесть знакомит своего благодарного читателя с Запорожьем, и Гоголь в этом плане лихо сочетает историческую достоверность с изящным слогом. Но посмотрите, что происходит в редакции 1842 года. Уверенно, грубым жестом перо корректора наполняет абзац несколькими родными словами. Думы, бандуры, при этом отшвыривая национальное достояние, истинное украинское казачество в песни и думы, которые теперь-то уже даже и не поют, потому как якобы некому. Даже родину украинцев, в том числе казаков, окрестили Украиной, такой удобной и похожей на окраину местностью. Думаете, это и все? Как бы не так, дальше больше. Аппетит приходит во время еды. Следующие фрагменты. Оригинал 1835 года. Глава 1, абзац 26. Бульба заранее утешал себя мыслью о том, как он явится теперь с двумя сыновьями и скажет, вот посмотрите, каких я к вам молодцев привел. Он думал о том, как повезет их на Запорожье, эту военную школу тогдашней Украины. Представит своим сотоварищам и поглядит, как при его глазах они будут подвязаться в ратной науке и бражничестве, которое он почитал тоже одним из первых достоинств рыцаря. Теперь посмотрите на корректуру 1842 года. Глава 1, абзац 39. Теперь он тешил себя заранее мыслью, как он явится с двумя сыновьями своими на сечь и скажет, вот посмотрите, каких я молодцев привел к вам. Как представит их всем старым закаленным в битвах товарищам. Как поглядит на первые подвиги их в ратной науке и бражничестве, которое почитал тоже одним из главных достоинств рыцаря. Заметили? В цензорской корректуре уже нет ни Запорожья, ни Украины. Тарас хочет отдать своих сыновей, свою плоть и кровь, не просто в какое-то военное училище. Он везет их на Запорожье, колыбель украинского рыцарства. Именно здесь он представит их верным товарищам, которые и обучат его орлов ратному делу, заставив отца прослезиться от гордости. Взгляните же, что осталось от украинской военной школы в корректуре 1842 года. Вместо Запорожья осталась лишь сечь, по сути, лишь крепость, которая впоследствии будет и Базовлукской, и Тамаковской, и Чертамлыкской и еще множество имен получат такие цитадели. Но разве в них дело? Отнюдь. Именно в Запорожье зародилось само движение казачества. Непосредственно начало украинской государственности. Именно пороги Днепра стали первым домом для тех, чьи вольные души и горячие сердца не желали страдать под ярмом, чьим бы оно не было – турецким, ляшеским или московицким. А теперь все сводится к тому, что Украины нет. Есть Украина-окраина. Нет Запорожья Великого с настоящим народом. Есть одна маленькая крепостишка с горсткой бунтарей внутри. Идем дальше. Следующий фрагмент. Оригинал 1835 года. Глава 8, абзац 45. Появление иностранных графов и баронов было в Польше довольно обыкновенно. Они часто были завлекаемы единственным любопытством посмотреть этот почти полуазиатский угол Европы. Московию и Украину они почитали уже находящимися в Азии. А теперь посмотрим на корректуру 1842 года. Глава 11, абзац 59. Появление иностранных графов и баронов было в Польше довольно обыкновенно. Они часто были завлекаемы единственным любопытством посмотреть этот почти полуазиатский угол Европы. Московию и Украину они почитали уже находящимися в Азии. Вот и тут мы вновь убеждаемся, что это недосадная опечатка, которую можно было бы простить неосторожному печатнику. Это целенаправленная и враждебная самому украинскому национальному сознанию политика обезличивания целой нации. Всего лишь одна буква меняет смысл целого абзаца и в корне рушит понимание сторонним, неосведомленным читателям того, насколько глубоким было и для самого Гоголя, и для его современников, и для его героев само слово «Украина». Далее, следующий фрагмент. Оригинал 1835 года. Глава 9, абзац 1. След Тарасов отыскался. 30 тысяч казацкого войска показалось на границах Украины. Это уже не был какой-нибудь отряд, выступавший для добычи или своей отдельной цели. Это было дело общее. Теперь посмотрим на корректуру 1842 года. Глава 12, абзац 1. Отыскался след Тарасов. 120 тысяч казацкого войска показалось на границах Украины. Это уже не была какая-нибудь малая часть или отряд, выступивший на добычу или на угон за татарами. Вот и тут. Смотрите, какое дело. Казалось бы, прибавили Тарасу лишних 90 тысяч войска. Ну и только. Благодаря этой букве, осознанно заметить которую, помешает восхищение бессовестно завышенным количеством вставших под ружье казаков, Бульба уже не национальный герой-мститель, он так, а крайный баламут, который поднял на бой таких же баламутов. О каком национальном духе и братстве речь, когда из слова «Украина» даже название национальности слепить невозможно? Да нет, просто «казаки» — слово, которое впоследствии станет именем нарицательным и для донских, и для кубанских боевых частей. Вернемся снова к Запорожью. Думаете, корректор позволил себе его оставить? Как бы не так, это же, по мнению лиц заинтересованных и негодующих, настоящий очах вольнодумства. Вот и останется в тексте лишь географический объект — хортица, на которой и располагалась та самая сечь. Мало? Глядите еще. Оригинал 1835 года. Глава третья, абзац первый. Уже около недели Тарас Бульба жил с сыновьями своими на сече. Остап и Андрей мало могли заниматься военную школою, несмотря на то, что отец их особенно просил опытных и искусных наездников быть им руководителями. Вообще, можно сказать, что на Запорожье не было никакого теоретического изучения или каких-нибудь общих правил. Все юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом — в самом пылу битвы, которые оттого были почти беспрерывны. Посмотрим на корректуру 1842 года. Глава третья, абзац первый. Уже около недели Тарас Бульба жил с сыновьями своими на сече. Остап и Андрей мало занимались военную школу. Сечь не любила затруднять себя военными упражнениями и терять время. Юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом — в самом пылу битв, которые оттого были почти беспрерывны. Не правда ли образец 1842 года выглядит как-то неуклюже и куце, будто обрезано? Так и есть. Издание 1835 года демонстрирует наглядно, сколь доблестным было Запорожье. Вот вам и искуснейшие наездники, и преимущество настоящей битвы перед любыми правилами, на которые из-за постоянных побоищ попросту не хватает времени. В общем, полный набор будущего рыцаря. Но что же мы видим после того, как на этом шедевре сплясал корректор? Остап с Андреем просто лентяи. В целом, это не особо отличается от основного настроения казаков. Никто из них не утруждался наукой, судя по настроению текстового фрагмента, осознанно предпочитая бездумный махач по стяжению военной науки. Отвлечемся ненадолго от общего текста и сосредоточимся на характере самого Тараса. При том, что сегодня его бы уже назвали весьма пожилым господином, его упрямство разрывало все шаблоны. Оригинал 1835 года. Глава 1. Абзац 25. Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли только возникнуть в грубый 15 век. И при том, на полукочующем востоке Европы во время правого и неправого понятия о землях, сделавшихся каким-то спорным, нерешенным владением, каким принадлежала тогда Украина. Корректура 1842 года. Глава 1. Абзац 34. Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый 15 век на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников, когда лишившись дома и кровли стал здесь отважен человек, когда на пожарищах ввиду грозных соседей и вечной опасности селился он и привыкал глядеть им прямо в очи, разучивших знать существует ли какая боязнь на свете, когда бранным пламенем объялся древле мирный славянский дух и завелось казачество широкая разгульная замашка русской природы. О как! Казачество тут заводится! Ну как блохи и левши! Какие еще ассоциации могут быть со словом завелось? Здесь сразу же видны застаревшие ссадины от трений Московии, а потом и Российской империи и Украины, которую тогда олицетворяла запорожская вольница. В одном этом слове сквозит такой мерзкий и напыщенный цинизм, что сразу становится ясно. Николай Васильевич настоящий патриот, который искренне и чисто любил свою родину, никогда бы не позволил себе употребить такое выражение относительно тех, кем гордился. А по общему тону оригинала 1835 года действительно понятно, что хоть его герои и не идеальны, но их дух и сила проходят сквозь века и превращаются в отражение современного украинского сознания. Не ослабела еще казацкая сила, не гнутся еще казаки. Как тогда не гнулись под тяжким царским кистинем, резко огрызаясь и давая жесткий ответ, так и сейчас ни за что не подставят другую щеку. Ладно, усмирим на время праведный гнев и обратим внимание на то, где наши славные предки завелись. Угол Южной России звучит в тексте. Что простите? В оригинале мы видим полукачующий восток Европы. Да, территориально с поправкой на топографический кретинизм имперского корректора можно сказать, что геометка совпадает, но всерьез рассуждать о том, что в 15 веке существовала Россия могут только ограниченные и недалекие варвары, которые в истории разбираются как свинья в апельсинах. Один из таких варваров со знаменитым ГБшным прищуром не так давно присвоил гордое звание россиянки Анне Ярославне, королеве Франции и дочери Ярослава Мудрого. Ну так вот, в 15 веке такого государства, как Россия, попросту не существовало. Будь то южное или северное, западное или восточное, не было, да и все тут. Государство это называлось Московией и было у него с казачеством ровно столько же общего и дружеского, как у последнего с татарами и турками. Любой военный союз или соглашение о взаимопомощи заставляло оглядываться и ждать, когда в спину вонзится булатный нож. Взгляните, что говорит Николай Гоголь о защите собственных границ. Оригинал 1835 года, глава 1 абзац 26 Однако ж, прежде всего, он строго разбирал обстоятельства и в таком только случае приставал, когда видел, что поднявшие оружие действительно имели право поднять его, хотя это право было, по его мнению, только в следующих случаях. Если соседняя нация угоняла скот или отрезывала часть земли, или комиссары налагали большую повинность, или не уважали старшин, и говорили перед ними в шапках, или посмевались над православной верою, в этих случаях непременно нужно было браться за саблю. Против бусурманов же, татар и турок, он почитал во всякое время справедливым поднять оружие во славу Божию христианство и казачество. А теперь корректура 1842 года, глава 1, абзац 36. Вечно неугомонный, он считал себя законным защитником православия. Самоуправно входил в села, где только жаловались на притеснение арендаторов и на прибавку новых пошлин с дыма. Сам с своими казаками производил над ними расправу и положил себе правилом, что в трех случаях всегда следует взяться за саблю. Именно когда комиссары не уважили в чем старшин и стояли перед ними в шапках, когда поглумились над православием и не почтили предковского закона, и, наконец, когда враги были бусурманы и турки, против которых он считал во всяком случае позволительным поднять оружие во славу христианства. Объясним, что мы тут сейчас читаем. Необходима пограничная защита от трех разнохарактерных наций, что придает вольный и широкий размах подвигам сынов украинских и одновременно определяет три вражеских лагеря. И, помимо всего прочего, писатель подчеркивает, что есть лишь такие убедительные способы поднять оружие. Если добрые в кавычках соседи угоняли скот или забирали часть земли. И, если комиссар собирает большое мыто, либо же не уважает старшину, не снимает шапку при разговоре, либо же смеется над верой. В таких случаях Гоголь предписывает всенепременно браться за оружие. Против же татар и турок он считал справедливым поднимать оружие всегда и в любое время во славу христианства и казачества. А что же мы видим в новой, правильной в кавычках редакции Made in Moscow 1842? Можно скот угонять, можно землю отнимать, это же совсем не повод поднимать агрессора на ножи. Мне это вот что-то напоминает. А вам? Первое по драматизму и далеко не последнее по общему духовному настрою сцена где Тарас встречает в бою своего сына Андрия и принимает решение о его немедленной казни. Привожу вновь обе редакции. Оригинал 1835 года. Глава 4 абзац 46. Что сынку сказал Тарас Бульба глянувший ему в очи. Андрей был безответен. Что сынку повторял Тарас помогли тебе твои ляхи? Андрей не произнес ни слова. Он стоял как осужденный. Так продать продать веру. Проклят тот и час в который ты родился на свет. Сказавши это он глянул с каким-то истук. Истукленно сверкающим взглядом по сторонам. Ты думал что я отдам кому-нибудь дитя свое? Нет я тебя породил я тебя и убью. Стой же не шевелись и не проси у господа бога отпущения. За такое дело не прощают на том свете. Андрей бледный как полотно прошептал губами одно только имя. Но это не было имя родины или отца снял с плеча ружье прицелился выстрел грянул. Как хлебный колос подрезанный серпом как молодой барашек почувствовавший смертельное железо повис он головою и повалился на траву не сказавший ни одного слова. Остановился сына убийца и думал предать ли тело изменника на расхищение и поругание чтобы хищные птицы растрепали его и сыромахи волки расшарпали и разнесли его в земле. В это время подъехал Остап. Батька сказал он Тарас не слышал Батька это ты убил его? Я сынку. Лицо Остапа выразило какой-то безмолвный упрек. Он бросился обнимать своего товарища и спутника с которым 20 лет росли вместе жили пополам Полно сынку Довольно Понесем мертвое тело похороним сказал Тарас который в то время сжал в груди своей подступавшее едкое чувство Они взяли тело и понесли на плечах в обгорелый лес стоявший в тылу запорожских войск и вырыли саблями и копьями яму Тарас оставил копье и взглянул на труп сына Он был и мертвый прекрасен Мужественное лицо его недавно исполненной силы и непобедимого для жен очарования еще сохраняло в себе следы их Черные брови как траурный бархат оттеняли и станом высокий и чернобровый и лицо как у дворянина и рука была крепка в бою пропал пропал без славы Труп опустили засыпали землею и через минуту уже Тарас размахивал саблею в рядах неприятельских как ни в чем не бывало Разница в том только что он бился с большим иступлением сгорая желанием отмстить смерть сына Запаситесь терпением Теперь прочитаем корректуру 1842 1842 года ту самую которая известна вам со школьной скамьи глава 9 абзац 34 Ну что ж теперь мы будем делать сказал Тарас смотря прямо ему в очи Ну ничего не знал на то сказать Андрей и стоял утупивший в землю очи Что сынку помогли тебе твои ляхи Андрей был безответен Так продать продать веру продать своих Стой же слезай с коня Покорно как ребенок слез он с коня и остановился ни жив ни мертв перед Тарасом Стой и не шевелись Я тебя породил Я тебя и убью Сказал Тарас и отступивший шаг назад снял с плеча ружье Бледен как полотно был Андрей Видно было как тихо шевелились уста его и как он произносил чье-то имя Но это не было имя отчизны или матери или братьев Это было имя прекрасной полячки Тарас выстрелил Как хлебный колос подрезанный серпом как молодой барашек почуявший под сердцем смертельное железо повис он головой и повалился на траву не сказавши ни одного слова Остановился сына убийца и глядел долго на бездыханный труп Он был и мертвый прекрасен Мужественное лицо его недавно исполненной силы и непобедимого для жена очарования все еще выражало чудную красоту Черные брови как траурный бархат оттеняли его побледневшие черты Чем бы ни казак был сказал Тарас И станом высокий и чернобровый и лицо как у дворянина и рука была крепка в бою Пропал Пропал бесславно как подлая собака Батька что ты сделал это ты убил его сказал подъехавший в это время Астап Тарас гивнул головою Пристально поглядел мертвому в очи Астап Жалко ему стало брата и проговорил он тут же Придадим же батька его честно земле чтобы не поругались над ним враги и не растаскали бы его тело хищные птицы Погребут его и без нас сказал Тарас Будут у него плакальщики и утешницы Итак Подмена очевидна Максимально категоричен старый полковник Бульба в московской редакции Он не позволяет Астапу похоронить родного брата сказав что погребут и без них Он бессердечен и дик его ум застилает ярость А на вопрос старшего сына о том кто виновен в смерти он находит силы лишь кивнуть Скорее можно поверить в то что так повел бы себя как раз Астап молодой парень с горячей кровью которого пьянит битва и общество боевых товарищей но опытный офицер у которого за спиной годы боевых походов и несомненно множество предательств не из тех кто мог бы поддаться эмоциям Сам факт того что он убивает родного сына за его переход на сторону врага говорит о стыде и колоссальной ответственности которую он как отец на себя возложил он исправляет в первую очередь не ошибку молодого и глупого Андрея он исправляет свою ошибку виня себя в том что совершил сын не смог не уследил не научил он мог бы заставить это сделать любого из своих побратимов никто бы ему не отказал но сильный духом казак настоящий украинец решает что никому другому он этого позволить попросту не может так почему же он почти плюет на труп того кого еще недавно обнимал изо всех сил когда он только вернулся из бурсы домой ответ прост бульба этого не делал посмотрите на оригинал он хоронит своего сына без почестей но по-христиански погребая в земле и слова чем бы ни казак был звучат уже не как упрек а как отцовское сожаление и спонтанная искренняя эпитафия тому кого любил больше жизни и к эмоциям в бою добавляется лишь большее иступление он должен биться не имея возможности оплакать свое дитя и теперь только сабля поет о казненном сыне панихиду итак имперские российские доброхоты редактирующие Тараса Бульбу создают перед нами просто потрясающий образ яростный и дикий беспощадный гуляка с русских окраин который за ослушание сына приступает свои собственные принципы касающиеся прежде всего его веры хотя сам он несколько страниц назад не единожды утверждал что именно вера одна из высших ценностей настоящего казака насколько топорно и мерзко коверкался российской цензурой образ духовного гиганта человека который был столь же мудр сколь и решителен разве не было таких бульб старых вояк которые наплевали на возраст и бросились в свой последний бой очертя голову взять того же предводителя восстания гайдамак Ивана Гонту часть подвигов которого и легла в образ бульбы да он был моложе но его поступки выдавали в нем человека колоссальной мудрости и огромного жизненного опыта и разве нет этих героев сейчас там на востоке Украины где все так же бьют пушки и летят пули вылетает из ножен сталь и звучит казацкая песня все это было есть и будет и никто никогда не сможет затмить ни славное украинское прошлое ни героическое настоящее как бы ни старалось это сделать вражеская российская пропаганда а теперь слегка понизив накал но ни в коем случае не градус повествования обратимся к самой романтичной и страстной сцене повести встречи панночки и Андрия оригинал 1835 года глава 4 абзац 25 нет я не пойду от тебя я умру возле тебя пусть же у ног твоих пожираемый голодом я умру как и ты моя панна и за смерть за сладкую смерть у твоих ног ничего не хочу а твои товарищи твой отец ты должен идти к ним говорила она тихо уста ее еще долго шевелились без слов и глаза ее полные слез не сводились с него что ты говоришь произнес Андрей со всею силою и крепостью воли чтобы тогда за любовь моя была когда бы я бросил для тебя только то что легко бросить нет моя панна нет моя прекрасная я не так люблю отца брата мать отчизну все что не есть на земле все отдаю за тебя все прощай я теперь ваш я твой чего еще хочешь она склонилась к нему головою он почувствовал как электрически пламенная щека ее коснулась его щеки и лапзания у какое лапзание слило уста их прикипевшие друг к другу а теперь корректура 1842 года глава 6 абзац 45 не обманывай рыцарь и себя и меня говорила она качая тихо прекрасной головой своей знаю и к великому моему горю знаю слишком хорошо что тебе нельзя любить меня и знаю я какой долг и завет твой тебя зовут отец товарищи отчизна а мы враги тебе а что мне отец товарищи отчизна сказал андрей встряхнув быстро головою и выпрямив весь прямой как надречная оса корректан свой так если ж так так вот что нет у меня никого 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 повторил он тем же голосом и сопроводив его тем движением руки с каким упругий несокрушимый казак выражает решимость на дело неслыханное и невозможное для другого кто сказал что моя отчизна украина кто дал мне ее в отчизны отчизна есть то и для нее всего отчизна моя ты вот моя отчизна и понесу я отчизну сию в сердце моем понесу ее пока станет моего веку и посмотрю пусть кто-нибудь из казаков вырвет ее оттуда и все что не есть продам отдам погублю за такую отчизну на миг остолбенев как прекрасная статуя смотрела она ему в очи и вдруг зарыдала и с чудной женской устремительностью на какой бывает только способна одна безрасчетно великодушная женщина созданная на прекрасное сердечное движение кинулась она к нему на шею обхватив его снегоподобными чудными руками и зарыдала в это время раздались на улице неясные крики сопровожденные трубным или таврным звуком но он не слышал их он слышал только как чудные уста обдавали его благовонной теплотой своего дыхания как слезы ее текли ручьями к нему на лицо и спустившиеся все с головы пахучие ее волосы опутали его всего своим темным и блистающим шелком страсть несомненно присутствует в обоих фрагментах но лишь во втором так и несет мерзким смрадом гнилой душонки корректора который изгалялся по приказу вышестоящих да что знает этот поганый носатый малорос об истории сама фраза которая коверкает все лучшие черты патриотизма и оправдывает любое предательство ведь отчизна по версии цензоров у нас теперь стало тем чего душа ищет а не тем за что несешь ответственность и что защищаешь любой ценой и задумайтесь теперь свое ли двуличие внедрил в великую книгу этот писака или вышестоящих чинов и правителей которые и годы и века спустя продолжают марать тонны бумаги переписывая и перевирая то во что верят и чем живут миллионы и конечно же самая взрывная и выжимающая слезу даже из самого черствого сердца сцена это сцена казни Тараса она подводит итог под нашим с вами общим исследованием свидетельствуя о том что не только сейчас запоребрики начали лгать не только себе но и всем вокруг когда бульба очнулся немного от своего удара и глянул на Днестр он увидел под ногами своими казаков садившихся в лодке глаза его сверкнули радостью город пуль сыпался сверху на казаков но они не обращали никакого внимания и отчаливали от берегов прощайте паны браты товарищи говорил он им сверху вспоминайте иной час обо мне об участи же моей не заботьтесь я знаю свою участь я знаю что меня заживо разнимут по кускам и что кусочка моего тела не оставят на земле да то уже мое дело будьте здоровы паны браты товарищи да глядите прибывайте на следующее лето опять да погуляйте хорошенько удар обухом по голове пресек его речи черт побери да если что на свете чего бы побоялся казак немалая река Днестр а как погонит ветер с моря то вал дохлестывает до самого месяца казаки плыли под пулями и выстрелами осторожно минали зеленые острова хорошенько выправляли парус дружно и мерно ударяли веслами и говорили про своего атамана ну а теперь посмотрим на корректуру 1842 года глава 12 абзац 32 когда очнулся Тарас Бульба от удара и глянул на Днестр уже казаки были на челнах и гребли веслами пули сыпались на них сверху но не доставали и вспыхнули радостные очи у старого атамана прощайте товарищи кричал он им сверху вспоминайте меня и будущей же весной пребывайте сюда вновь да хорошенько погуляйте что взяли чертовы ляхи думаете есть что-нибудь на свете чего бы побоялся казак постойте же придет время будет время узнаете вы что такое православная русская вера уже и теперь чуют дальние и близкие народы подымается из русской земли свой царь и не будет в мире силы которая бы не покорилась ему и уже огонь подымался над костром захватывал его ноги и разослался пламенем по дереву да разве найдутся на свете такие огни муки и такая сила которая бы пересилила русскую силу в этой сцене цензоры превзошли и сами это это просто смешно в оригинале 1835 года Тарас спешит сказать своим друзьям все чего не успел сказать на воле он спешит дать им последние наставления как заботливый отец прощаясь и призывая не бросать их общее дело выбивать врага со своей родной земли его же двойник из образца 1842 года начинает тратить драгоценное время на то чтобы вдоволь покастерить ляхов и напугать их русским царем эдакой кузькиной матерью которая вот-вот еще чуть-чуть и всем покажет ну и про русскую силу тут уж конечно не забыли напомню еще раз речь идет о тех веках когда никакой России и в помине не было но речь даже не об этом ну нету в оригинале 1835 года в этой сцене даже намеков на Московию и московского царя что же побудило Гоголя оставить эти изменения человек который без сожаления сжег вторую часть эпохальных мертвых душ уж вряд ли бы просто так стерпел чьи-то дописки правки и цензуру одна из версий гласит что о правках он знал хоть и с 1836 года находился за границей а самым значительным аргументом который позволил ему смириться с коверканием его творчества стали барабанная дробь 20 тысяч теперь уже воистину русских рублей этого вполне достаточно чтобы безбедно состариться и умереть счастливым правда ли это очевидно что никто уже никогда об этом не узнает история рассудит но более убедительных догадок того почему Тарас Бульба должен был погибнуть не только на костре но и в сознании соотечественников я попросту не вижу а может быть Гоголя просто хорошенько припугнули чтобы не высовывался со своими возмущениями так или иначе факт остается фактом Тараса Бульбу хорошенько подправили и встроили в велико русский нарратив уничтожив даже намеки на украинство из этого всего следует что наш сосед не столь не важно корона на его голове или залысина ГБшное у него прошлое или царственное всегда давил тех кто по его мнению хоть как-то угрожал той фикции которую он называет своей историей давил не только своей военной мощью наращиваемой веками и отнимаемой силой бунтов и мятежей у предыдущих поколений но и правдой в кавычках вот только правда это выгодно только лишь ему можно исковеркать факты подделать документы и статьи переписать художественные произведения и вот уже нет целого народа который он во всеуслышание называет теперь братским и родным так делали до него так делает он так будут делать после него в этом нет ничего хорошего ради имперских амбиций сравнивать с землей тех кто хочет просто жить на своей земле по своему закону и порядку но и ничего удивительного в этом нет тоже если уж художественную книгу выпущенную для того чтобы рассказать о героическом украинском характере испугавшись переписали и заткнули автору рот денежной котлетой и я уверен что предложив альтернативу в виде двух кубометров родной земли то что говорить о научных трудах которые так легко преодолевают защиту даже самых критично настроенных умов спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на канал оставляйте комментарии а также поддерживайте автора на патреон где можно смотреть дополнительные видео а также ролики до официальных премьер для тех кто любит читать текст ролика будет доступен на сайте всем добра и здоровья субтитры и субтитры